Кожу ребенка нужно вытирать очень бережно. Слово «вытирать» здесь вообще неприемлемо, потому что кожу ребенка из-за того, что она очень тонкая и ранимая, надо обязательно промакивать. И чтобы избежать опрелости, нужно избегать влажности кожи, то есть после промакивания нужно хотя бы определенная воздушная ванна, чтобы кожа высохла. Если у ребенка в принципе сухая кожа, то можно использовать крема. Если все-таки она более влажная, можно использовать присыпку. Но не забываем, что при использовании присыпки образуются комочки, которые при движении ребенка могут травмировать кожу. Чистить глазки у ребенка нужно каждое утро так же, как мы умываемся с вами по утрам. То есть обыкновенным ватным диском, смоченным абсолютной водичкой, если это новорожденный ребенок можно в первую недельку использовать кипяченую воду, затем можно обыкновенную детскую водичку, протирая диском от наружного к внутреннему уголочку. Не забываем, что на каждый глазик мы используем отдельные диски, то есть свои. Носить чистить обязательно нужно, потому что физиологические особенности ребенка говорят о том, что ребенок, у него первые 6 месяцев жизни преобладает все-таки носовое дыхание, он не дышит ротиком. И поэтому, если нарушается носовое дыхание, образуются корочки, понятно, что начинается сопение, начинается нарушение нормального сосания груди. Поэтому чистим обыкновенным жгутиком. Сейчас очень модно использовать препараты, содержащие морскую воду. Вот. Можно, если все-таки сопит носиком при обработке обыкновенным жгутиком, смоченной абсолютно чистой водой, то можно использовать еще и масла. Гипоаллергенный персиковое масло. Самый оптимальный вариант. Все. Ушки мы чистим только наружное, если туда попадает водичка или молоко при срыгивании или затеке.